И снова, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сёстры. В данном видео я хочу вернуться вместе с вами, дорогие мои зрители, к разговору о Михаиле Александрове. Многие из вас, наверное, уже видели видео, в котором Лапшин, армянский лоббист, находясь в паническом настроении, заявлял о том, что на днях в Москве был задержан тот самый, в кавычках, российский эксперт Михаил Александров. Его задержание было вызвано заявлением азербайджанской стороны, обращением азербайджанской стороны из-за его высказываний, интервью, которую он дал практически год назад одному из проармянских сайтов в Российской Федерации RussiaArmenia.info, в который заявил о том, что, дескать, в случае на тот момент столкновения российских миротворцев с вооруженными силами Азербайджана, Россия в 2022 году может, дескать, ударить по азербайджанским нефтехранилищам, а также трубопроводам, нефтепроводам и газопроводам Азербайджана, по которым, в частности, поставляется на территорию Европы не только азербайджанский газ и нефть, об этом он, правда, забыл упомянуть, но и российский. Что же здесь интересного? А интересно здесь попытка армянских, так называемых, адвокатов дьявола прикрыть данного российского горе-эксперта от российской правоохранительной машины. В частности, для того, чтобы прикрыть своего лоббиста, они обратили внимание на один, вроде бы, нюанс, который действительно мог бы косвенно, хотя бы как-то, скажем так, создать некую оболочку, защитную оболочку в отношении высказывания данного россиянина. В частности, они обратили внимание на то, что в его заявлении была такая фраза, на которую армяне ссылаются для обеления своего лоббиста. Читаем внимательно. Но если они нападут на наших миротворцев, то придется что-то делать. То есть, он говорит о потенциальном столкновении российских миротворцев с вооруженными силами Азербайджана. Сразу же возникает один вопрос. Учитывая, что Владимир Путин на тот момент уже в открытую говорил о принадлежности Карабаха-Азербайджану, на фоне того, что российские миротворцы по договору о капитуляции вооруженных сил Армении в 2020 году четко указывалось, что российские миротворцы должны будут выйти досрочно, если одна из сторон выскажет о своем недоверии в отношении присутствия российских миротворцев на данной территории, так почему же на фоне всех этих нюансов так называемый Михаил Александров видел возможность столкновения российских миротворцев с вооруженными силами Азербайджана? Ведь достаточно было просто азербайджанской стороне выразить свое недовольство тире недоверие российским миротворцам. Причем здесь столкновение. Вопрос простой. Не так ли? Но убрав все эти моменты, я хочу обратить внимание на более важный аспект. тот аспект, который отвечает за заявление вашего слуги, что Михаил Александров должен был быть задержан еще до обращения азербайджанской стороны самими российскими правоохранительными органами, как человек, который пытался нанести прежде всего ущерб самой России в своем же заявлении. Давайте представим себе, что его слова вызвали бы некие действия со стороны России. И действительно армянам вот здесь очень важно этот пункт мы сейчас разберем с вами удалось бы спровоцировать тире столкнуть российских миротворцев с вооруженными силами Азербайджана. О чем это я? А мы что не знаем, как с территории Армении, когда российские миротворцы уже располагались в Карабахе из Армении поставляли оружие на территорию Карабаха, при том, что Владимир Путин уже признал Карабах азербайджанским, не знаем, как отряды ВОМА спокойненько проникали на территорию Азербайджана и закладывали мины в Карабахе и не только даже в Карабахе. Неужели мы об этом забыли? Да, это могло вызвать ответные действия со стороны даже вооруженных сил Азербайджана. Но это была бы вина полностью российской стороны терророссийских миротворцев за то, что они позволили бы армянским боевикам получать оружие, хотя по первоначальной договоренности только российские миротворцы могли бы находиться с оружием на азербайджанской территории, а не какие-то армянские боевики. то есть Россия отвечала за то, что никакое оружие с территории Армении не проникнет на азербайджанскую территорию Карабаха. То есть эта вина была бы прежде всего российских миротворцев, если было бы данное столкновение. То есть в случае вины российских миротворцев, что они допустили столкновение с азербайджанскими вооруженными силами, Россия еще к тому же ударила по нефтепроводам и газопроводам Азербайджана за свою же вину. Интересно получается как. И здесь важно друг... Вот здесь мы возвращаемся к тому самому моменту, о котором я говорил. О том вреде, который при этом Россия сама бы себе нанесла. Удары по нефтепроводам и газопроводам. Давайте представим себе какой колоссальный ущерб экологии Прикаспийского региона и большей части даже Российской Федерации повлекло бы данное действие. Первый аспект это миллионы баррелей нефти, которые вылились бы в Каспий. Каспий и Волга превратились бы просто в зону бедствия. Включая Волгу. Это первое. Часть горючего воспламенилась бы, а это тоже миллионы тонн баррелей. Азербайджана Кавказа включая российскую территорию покрыло бы черное облако. Вы представляете себе, что это означало бы, дорогие мои? Сколько России пришлось бы потом платить тому же самому Азербайджану за ущерб, при этом еще имея и на своей территории колоссальную экологическую катастрофу. При том, что на тот момент Россия уже вторглась в Украину. то есть у России было бы уже не то, что два фронта, а была бы экологическая катастрофа на юге при войне в Украине. И при том, что в этот конфликт вмешалась бы Турция. Большей катастрофы представить было бы невозможно. Но почему-то данный так называемый российский эксперт был арестован только, задержан только после заявления азербайджанской стороны. Я подчеркиваю, вторжение российских войск в Украину осуществилось 14 февраля, ой, прошу прощения, 24 февраля, о заявлении, которое сделал данный российский горе-эксперт армяно-российскому изданию, было 13 уже декабря. То есть санкции, вторжения и прочие действия, связанные с Украиной, уже имели место. Поправьте меня, если я в чем-то ошибаюсь. Последний вопрос. Это уже просто к россиянам для того, чтобы поставить жирную точку в данном видео. Вопрос простой. Как вы считаете, дорогие россияне, кем являются те лица, которые стараются быть адвокатами дьявола в лице Михаила Александрова? Не являются ли они пятой колонной, которая действует против самой же России? Простой вопрос. И кем является сам Михаил Александров? Жду ответов в форме комментариев, которые вы можете конечно же оставить под данным видео. Также жду лайков, дизлайков. Не забудьте поделиться ссылками на данное видео в соцсетях, пригласить друзей и знакомых. Правду должны знать все. А также хочу напомнить, что по данным видео, кроме всех необходимых ссылок, которые мы так или иначе с вами рассматривали, я оставлю необходимые данные для спонсорской поддержки канала вашего слуги. Теперь точно все. Всегда ваш Сеидов Камран. До свидания. До свидания.